Так, ребятки, ну что, солнышко спряталось, ветерочек подул, записали только что видеоролик на канал Цены нет, заходите, смотрите, это интересно в основном тем зрителям, которые задают вопросы, я на канале Цены нет на них отвечаю, у нас идет с вами такое общение, такой диалог. Что мы дальше делаем, ребята? Дальше я иду открывать тепличку парничок, сейчас открою, а муж будет заниматься, ура, поливом, ну как, не поливом, а протягиванием труб на огород. Трубы у нас вот такие вот пластиковые, мы ими очень довольны, служат нам уже три сезона, верой и правдой. Да, где-то краны, видите, они в прошлом году плохо они крутились, вертелись, но мы их смазали, прям туда масло какое-то там для машины мужем было, он туда покапал, и они стали более-менее крутиться, но вот этот, вижу, что не крутится, надо будет подлить масло, ну короче. И вот эти вот трубы у нас вот сюда сейчас подсоединятся, тут надо поменять переходник, в общем, который мы купили, и трубы пойдут, пойдут, вот тут вот мимо калитки, ого, там что-то дырка какая-то, смотрите, мимо калитки, и вот так вот полностью у нас идет, трубы соединяются, и получается одна такая длинная труба аж до конца огорода. А от нее пошли вот такие вот штучки, ну вот видите, сюда труба подсоединится, здесь такая штучка, но она кверху краном, конечно, будет лежать, и сюда идет чик-чик, вот этот вот очень удобный, быстро съемный, и идут уже шланги, то есть шланг сюда, шланг сюда, дальше проходит расстояние шланг сюда, шланг сюда, и дальше мы ставим на таких железных палках всякие поливалки, будь то улитки, будь то, ну разные виды опрыскиватели. Вот, быстросъемная штучка, это вот, вот такая, я ими очень довольна, ребята. Раньше, когда была старая дача, мы что-то не очень ими пользовались, ну были новички в этом деле, и мы пользовались, просто шланг надевался на такую штучку, и затягивался железным хомутом с помощью отвертки, а сейчас нет. Смотрите, даже одним движением руки, вот так, ну одним движением сложно, ну короче, он должен щелкнуть, щелкнул, все, он прицеплен, то есть быстросъемный такой механизм, видите, сюда нажал, и он отцепился. Ну надо сильнее прижать, просто неудобно рукой одной. Очень классная, удобная штука. Вот, попросила я мужа немножко переделать, вот этой штуки здесь не будет, тут пойдет полностью труба в огород, вот этот кран, ее будет перекрывать. Вот сюда я попросила мне сделать вот такой конец, чтобы я сюда могла подсоединять шланг, мало ли здесь, может что-то полить, кустарники, деревья, то есть в саду тоже нужен шланг, чтобы я могла его прицепить. То есть этот конец, этот удобней, он толстый, большой напор, сюда быстро наполняется эта емкость. Ну ничего страшного, будет стоять вот такой, он тут переделает, будет стоять такой, либо емкость наполняя, либо если нужно, подсоединила шланг. То есть тут наконечник нужно поменять. Все, сейчас он этим будет заниматься. А я, наверное, раз бочки эти набраны, вот, то я пока что поношу лейкой. Или нет смысла, уже дождусь, наверное, сделает полив, да я к вечеру огурцы полью, да, что я буду сейчас таскать. Вот, чем мне заняться, пока он будет это делать? Смотрите, я не дополола там, может пойти пофигачить вот эту все-таки березку. Смотрите, как я вчера хорошо ее, да, оно сложно, но можно. И оно, вот здесь была такая же штука. Я все тут подолбила, а именно не просыпала, а продолбила как топором. И вот она все посохла, смотрите. Можно грабельками собрать и зачистить участок. И действительно здесь можно что-то посадить, чтобы вот так вот не запускать. Здесь уже пусть трава растет сбоку, буду косить, а здесь можно расчистить, да, ну, вот так вот, такие дела. Капусточку я вчера полила, вот, огурчики ж не успела, значит, сегодня займусь, но тогда попозже. Ну, наверное, беру тяпку, да буду там фигачить тот участок. Хотя, первым делом, наверное, нужно вот здесь вот. У меня, смотрите, я тут все позачищала под помидоры, а вот здесь вот, где помидоры посажены, уже заросло. Тут быстренько я сейчас пробегусь, ой, по морковке уже надо пробежаться, а потом там займусь, да, только сначала открою парничок. Пока что вас в огород не буду брать, ребята, простите уж, потому что, я думаю, что это будет, наверное, неинтересно, хотя зрители просят, Юля, бери, бери нас. Но иногда, честно признаюсь, лень, лень таскаться с этой стойкой. Горошек начинают цвести, но как-то пока неинтенсивно кое-где, кое-где горошек. И смотрите, я в этом году сделала здесь рядочки ближе, тут на самом деле раз, два, три, четыре штук, шесть рядочков. Я их сделала близко к друг дружке, и за счет этого, смотрите, горох держится, он не падает даже по бокам. Вот этот ряд, что-то как-то вот, нет, а он вот сюда растет и сюда клонится. Он между собой как-то скрепляется вот этими усиками и держится так в кучке. И за счет загущенной посадки, смотрите, здесь не так интенсивно растет сорняк. Ну, я полола здесь, конечно, но сейчас уже полоть не могу, уже надо вручную будет вырывать сорняк, но его здесь практически нет. Прямо хорошо, так, мне понравилось. Сейчас кабачки что-то медленно растут, ну, потому что Юля их не поливает. Надо чаще поливать, и все будет расти. О, а у тетей Дженни тоже свекла здесь как раз посажена, видите, свекла всходит. Прикольничка, все растет. А, и вот тут вот я хочу зачистить, тут была у меня редиска, ребята, я вам показывала в прошлый раз, по-моему, вся редиска, это пошла дешевые семена. Вот, она, ну, видите, она уже застарилась, но не дав нормальную полноценную мне редисочку. Больше вершки выросли, чем корешки. Надо будет тоже все это вырубить и зачистить участок, и здесь, если помидоры как раз там не будут влазить, по таким кускам я буду помидоры раскидывать. Так, все, беру тяпку и вперед. Ой, салатик в рост пошел. Салатик я начала поливать. Каждый вечер поливаю, и, видите, потому что всему нужна вода, нужна влага. Все хотят пить. Укропчик красивый. Ну, загляденье. Ребята, у нас дождик пошел, представляете? Я себе сопаю, сопаю на груди. Погода даже не дает этот полив сделать. Наполовину только успели сделать полив, и дождь пошел. Ну, подождите, посмотрите, небо светлое, это какая-то тучка над нами. Сейчас, может, закончится. Может, не сильно намочит. Мне полуть надо. Все, ребята, дождь пошел, ветер поднялся, капец. Вот так вот, верь, прогнозам. По прогнозам никакого дождя и близко нет. Сидим в беседке, оделись потеплее, ветер холодный подул. Вот такая вот рыбка. Ребята, замучилась, я ее чистила, потому что она в шелухе, в чешуе, господи, в чешуе. Вот так вот выглядит. Я стаканчик пива выпью. Здесь бутербродики, аджика домашняя, зеленуха. Все, приятного аппетита. Ребятки, ребятки, что, пообедали? Мы долго просидели за столом, что-то заговорились, заболтались. Фу, я еще сбегла на огород, там сапаю кусок этого участка, который березкой зарос. Долблю и думаю, за один день у меня не хватит сил. А время уже полушестого вечера. Боже, как быстро летит время, ребята. Вообще, часики тикают, тикают. Что, я иду вам показать, что полив у нас уже сделан. Но есть небольшие нюансы. Во-первых, пока тут крутилось все, почему-то накрылся этот кран, который здесь и был, ребята. Он не открывается. Крутим, он не открывает, что-то там с ним случилось. Завтра будем покупать. То есть, полив, вода туда идет, сюда не идет. Он перекрыт и не открывается. Завтра купим какой-то другой, наверное, типа такого плана, какой-то пластиковый. На конце вот так вот сделано. То есть, водичка будет набираться сюда в емкость. И плюс можно надеть вот тот коннектор, который такой чик-чик, быстросъемный. Все, тут сделано просто заменить кран. Не знаю, что случилось с ним. Без понятия. Все, раньше вот здесь не было крана. Смотрите, пошел шланг полностью длинный на огород. Раньше тут крана не было. И включив вот сюда воду, допустим, набрав ведро, шел сразу полив на огород. Я мужу попросила, чтобы здесь был кран. Все, кран есть. То есть, если мне нужно набрать вот эту емкость, я себе вот тут, вот сейчас оно перекрыто. Вот так вот открыто. Вот я пока закрою. Ну, в общем, я сейчас буду, наверное, поливать. Вот, и я могу набирать. Дальше пошел-пошел шланг. И вот здесь вот на нем отверстие с краниками. Вот. Первая подача воды. Ну, возможно, можно было бы чаще. Ну, попробуем. Пока так. Каждый год справляемся. И ладно. Пошел здесь кран. Проверяли, видите, он ливануло туда. То мы прогоняли, потому что внутри оказалось какой-то песок, земля. Мы немножечко их дали напорчики, чтобы оно все про это сам. Все, кран этот работает. Все хорошо. Сюда надевается коннектор и пошел шланг. Либо сюда, и второй шланг сюда. И мы, знаете, как делаем? Вот это мы завтра этим дальше займемся. Сюда поставим железное, будет стоять такая, как называется, арматурина. На конце распылителя. Вот тут шланг. Он лежит здесь постоянно. И сюда пошел шланг. Здесь арматурина, распылитель. Я его передвигаю либо дальше, либо ближе. Эта сторона огорода у меня гораздо шире, чем вот эта. Вот. И они тут лежат. Я либо этот шланг включаю, который здесь, либо этот шланг, который здесь. Вот так вот. Все. Идем дальше, дальше, дальше. На эту трубу пока не смотрите. Это я дальше вам расскажу. Идем дальше, дальше, дальше. Пошла здесь разводка. Шланг пойдет один сюда, один сюда. Проверяем кран. Муж все смазал. Работает. Открывается. Все. Это есть. Подложили кирпичины, чтобы оно... Ой. Фазаны. Фазаны. Тырят мою кукурузу. Ребята. Заразы. Вот. И сюда пошел шланг. Тут как раз будут помидоры. Тут есть морковка. Ну, в общем, как-то тут. Тут уже... Главное, что есть дырка. Тут уже можно как-то двойник есть разный. И тройник, и двойник. Можно один шланг сюда, один шланг сюда. Главное, что тут есть отверстие и кран. Почему мне здесь нужны краны, ребята? Потому что огород большой и длинный. И чем больше кранов открыто, тем, естественно, хуже напор. Чем меньше кранов, тем, допустим, мне не нужно поливать вот там. А я хочу полить только здесь и только здесь. Поэтому я открыла один кран, второй кран. Слишком много у меня сегодня слова кран. А те закрыла. Ну, поняли, да? Вот. Дальше идем. Здесь тоже. Ну, как видите, лужа. Я не буду уже открывать, демонстрировать лужа. И везде стоят вот эти вот коннекторы. Они вкручиваются внутрь. Вот. И вот она, водичка. Сюда пошел. Тут перец можно поливать. С этой стороны огурцы поливать, да? Вот. И вот здесь вот заканчивается. Но заканчивается пока. Ребята, один из кранов у нас сломался, пластиковый. Вот тут конечная точка. Сюда подключается шланг. И здесь стоит кран. Но вот этот кусок трубы, вот этот, он будет стоять дальше. Аж там. Сюда вставится вот тот, который по дороге вот там лежит. Просто сломался краник. То есть вот эта часть передвинется в край. Потому что здесь картошка, здесь дыни и так далее. Вот. В общем, вот такие дела. Тоже все пролили. Видите? Хорошим напором. Тут закрыто? Да. Закрыто. Потому что я сейчас хочу подключить шланг. Не буду сейчас пока вертушки ставить. Потому что это... Муж сейчас, короче, уехал по делам. И уже завтра мы этим займемся. Это надо, чтобы он хорошо на постоянку вбил вот эти арматурины. Чтобы они тут хорошо стояли. Поэтому я сейчас надену просто сюда шланг с пистолетом на конце. И полью морковку. Полью огурчики. Картошку пока не буду поливать. Ну, в общем. Вот потом перецеплю вот сюда. Полью капусту. Вот эту морковку. Ну, вот такие дела. Вас сейчас не буду брать в огород, ребята. Потому что с поливом руки мокрые. Ну, все дела, короче. Фух. Я пообедала. Объелась, как поросеночек. Вот еще кусок чего-то лежит. Еда для дятла, да? Это ненужный, который здесь был. Его убрали. Поэтому я пойду положу телефон на место. И вперед. Вот у меня шланг самый длинный. На конце, ну, я называю пистолет. Ну, поняли. Распылитель купила. Вот такой вот. Дешевенький, но он работает. И сейчас полью все, что мне нужно. Потому что времени у меня осталось буквально час-полтора. А я успею. А вот здесь вот я начала долбить тяпкой. Смотрите, уже сколько прошло еще вокруг дерева. Вот это вот все, что трава лежит. Петрушка, видите, нарисовалась здесь. Тут еще вручную надо помочь. Вот все, что вот это лежит, это все просто трава. Просто трава. Вот там вот прошлась. Остался мне вот этот вот круглый кусок. Ну, уже, считайте, половину я продолбила. Вот тут, вот досюда я сделаю. Вот тут я уже оставлю. Просто тут буду проходиться косилкой. Дальше. Я переключилась на виноград. Я вспомнила, что Витя тут сажал виноград. Мамин Витя. И он полностью был заросший, ребята. Я прополола здесь. Взрыхлила, насколько смогла. И как раз вот это вот можно подключить воду и на днях его хорошенечко полить. Потому что что-то смотрю, как-то желтеет или так должно быть, я не знаю. Я все время переживаю, что я обрыскила вот эти вот штуки. Но я так аккуратно, точечно их пшикала. Переживала, чтобы мне не попало на виноград. Мне смущают вот эти вот желтенькие. Или так должно быть, просто молодые листочки, наверное, такого цвета. Смотрите, как разросся виноград. Все, тут виноград нарисовался. Дальше здесь вот маленький такой вот почему-то. Дальше. Видите, какая тут травища? И полностью винограда не видно было. Я продолбила. Вот. Ну, остальное уже косилкой буду просто скашивать. Вот виноград. Вот виноград. И мне осталось еще два. Но уже сил нема в руках. Потому что тут реально как топором работаешь. Видите? Виноградик. А вокруг полностью вот этот вот ковер вот такой вот. И приходится все это разгребать, убирать. Потом оно полезло, видите, на виноград. Я вообще вот этот предыдущий чуть не сломала. Потянула. А оно так обвило. Тут надо аккуратненько или ножницами обрезать. Вы видите, что происходит? Я вообще, если честно, забыла, что у меня тут виноград, ребята. Запустила я его. Ну, смотрите, он завил конкретно. Точно, что надо ножничками здесь разрезать. Смотрите, полностью. Как лиана. Ну, вот у меня остался один. И вот второй. Тут вообще рядом вонючка растет. Один и второй. И все. Тут растет виноград. Вот. Ну, я такая, знаете, я такой человек. Если я устала вот это делать, долбить этой тяпкой, да, я бросаю, иду вон поливать. Надоест поливать. Я бросаю поливалку, иду дальше долбить тяпкой. Ну, так, не знаю. У меня так все в жизни. Я быстро переключаюсь на... Делаю много дел одновременно. В итоге есть проблема, что я не довожу все до конца. Вы посмотрите, какая красота у меня в саду выросла. М? Пионы. Ай, красавцы. Ай. Эти отцветают. Эти их заменяют. Пиончики. Надо побольше пионов. Красивый цветок. Мне он очень нравится. Ну, вот. Ну, а в саду, конечно, ребята, джунгли у меня. Когда я сюда доберусь, я не знаю. Сами видите. Зато в огороде красота. Роза распускается. Очень красивая роза. Очень. Скоро вот это распустится. А это будет такая темная... Ой, паук, смотрите, какой. Это будет такая темно-темно-красная роза. Очень красивая. Красота. Эти беленькие вот-вот начнут распускаться. Их много-много здесь. Ну, тоже все, конечно, заросло, ребят. А, ничего страшного. Так, все. Я вас оставляю и иду поливать. Все, ребят. Поливается там у меня кое-что вручную. Блин, насморк. Кошмар. Вон, выбирала тут шланги. Разбросала немножечко. Я с пистолета вручную полила морковку там справа, зеленушку слева. Вот тут зеленушку. Здесь укропчик. Потом думаю, что я в руках держу? Так много времени. Видите, полила. Так много времени на это уходит. Я просто положила его и передвигаю. Смотрите, начала. Вот я отсюда. Он тут лежал. Вон он пистолет там. Он тут лежал, сюда полил. Потом я прошла вот здесь по-сухому. Я его, видите, протягиваю сюда. Посредине положила. Сейчас вон в конце положила. Он поливает морковку мне. А потом точно так же на этой стороне морковку. Начну сдалека. Потом подтяну к себе шланг сюда. Подтяну сюда. И вот тут молоденькая морковка. У меня, видите, она, блин, одну поломала шлангом, что ли. Помяла. Аккуратно надо. Вот совсем такая маленькая морковочка выскакивает. Вот здесь морковку полила. Вот она. Рядочки моркови. Тут как раз и капуста поливается. А здесь положила улитку. Подключила шланг. Вот так вот его положила. И здесь поливается у меня укропчик. Частично там петрушка, но мне там не важно. И свекла. Свеклу я ни разу еще не поливала. Надо хорошенечко ее пролить. И заодно у меня на деревце льется что-то. Сюда. Оно прикольно, улитка, что я так отрегулировала, что на дорожку не достает. А где-то вот досюда. Это я вручную полила. Шпинат, салат. И нормально. Потому что укропчик скоро буду я срезать. Укроп пойдет у меня под срез на заморозку. Вот этот в первую очередь. Он самый такой большой. А потом этот начну поливать вот так вот каждый день. И он тоже в рост пойдет. Смотрите, какой уже. Он не сильно большой, но все же укропчик молоденький. А потом там укроп поспеет. И вот так вот нормально сейчас прольется. Свекла, кабачки. Вот здесь вот третий не взошел. А, и там кабачки тоже захватывает. Вот. И так потихоньку, помаленьку. Потому что это мне муж нужен, чтобы, я же говорю, повставлять это арматурины, и повбивать их, это потом тогда уже. Вот. Что там захватывает, поливает она. Морковки, морковки, капусты. Ну, капусту я вчера тут вручную поливала. О, там уже лужица образовывается, видите. О, а туда не достало. А ну-ка, попробуем. Опа. А, вот тут сейчас польем чуть-чуть. На-на-на-най-най. На-на-най-най. Так, а ну-ка, как ее подтянуть попробую с одной рукой. Блин, сейчас шланг высунется. Будет мне обольюсь. Оп. Сейчас картошка там поломается. Хочу еще чуть-чуть сюда подтянуть. А-а-а. Морковку поломаю. Все. О. Дотянула. Все. Ой, блин, там что-то заворачивается. Лук ломается. Господи. Вот. Вот тут надо полить горошек. Что я вам снимаю в сторону? Эта капуста привяла чуть-чуть, потому что я ее только вчера посадила. Она потом встанет так же, как и это нормально все будет. Вот. Я не хочу держать, хочу положить его. Все, ребятки, ботиночки помыли. Значит, Юля собралась домой. Переоделась, переобулась. Альму взяла. Такая дама с собачкой. Дама с собачкой. И вперед. До дому, до хаты. Все полила, довольная и счастливая. Еду домой.